Созданный сейчас, скажем таким образом, у нас даже нет права апелляции, мы не знаем ни состава этих комиссий, хотя мое право дать отвод члену комиссии, я его увижу только когда пришел, я его увидел, члена комиссии, я не знаю ни его фамилии, ни какие у него связи, а вдруг я когда-то с ним пересекался, извините, я работаю больше 15 лет. У меня, я был сопредельник по другим делам, я следователем, я участвовал в следствии в разных регионах, где-то у нас, мои коллеги рассказывают, что он заходит и видит члена комиссии, которого он садил 2 недели назад, под 28-й фамилия, кто это такое? И еще я вам скажу, собеседование у меня началось нормально, спросили там, про мои достижения, я не буду сейчас о них здесь говорить, многие о них знают, но самое крестное окончание, это суд, я не пришел на суд, члены комиссии не являются ни следователями, ни прокурорами, ни судьими. Восприятие того, что утверждение, что кто-то совершил преступление и требование от меня, подтверждение этому, это суд, допрос меня в качестве непонятно кого, под видом собеседования, это суд, они не судьи. Я еще раз хочу уточнить такие вещи, первое, приказ 1465 не соответствует законам Украины, основоположному закону Украины, конституции Украины, кто-то его написал, кто-то его подал, это юродел, и все, кто его зафиксировали в министерстве, когда он подписывался, а я тоже работал в министерстве, я тоже выпускал и разрабатывал приказы от министра, замов, я разрабатывал законы, которые поступали на Верховную Раду, благо ни одного не приняли. Очень интересно к нам относятся, мы второсторные все, оказывается. Но у нас есть клеймо, мент, мусор, милиционер, мы какие-то отдельные касты от всего народа, понимаете? Вот вы какие-то отдельные люди, к нам отношение такое, мы кто-то, что-то, ничтожество. Но самое интересное, когда защита, милиция нужна, когда надо кого-то поругать, милиция нужна. Кто срался? Невистка, вы понимаете? Я не могу понять некоторых простых вещей. Вы хотите сделать реформу. Почему нас не спросили, как ее сделать? Мы видим ее шире. Вы поймите правильно, практика всегда идет впереди, чем законодательство. Орган Верховной Рады всегда опаздывает. Я вел такие дела, которые вот в 2001 году был принятый кодекс, уголовный кодекс Украины. Самое интересное, что штук 15 статей просто не рабочие. И Верховная Рада Украины их не доработала за законодательством. То есть есть норма УК, которая ссылается на другие законодательные акции, но они не приняты. У нас есть большие проблемы социальные. Милиция их пытается решать с ума, в приватном, в собственном порядке. Как это так поступать? Я вам скажу так. Каждый, кто здесь стоит, каждый, кто сюда пришел, он пришел сюда по совести. И он, значит, живет по таким законам. Вор должен сидеть в тюрьме. Если не знаешь, как поступить, значит, поступай по закону. И только так нужно жить. Мы не каста, мы нет. Двежные люди. Мы не... Какая-то там кто-то непонятная. Получается так. Есть украин, есть милиция. Что-то такое. Мы тоже граждане Украины. Мы тоже требуем. Хотим, чтобы нам платили нормальные обеспечения. Мы хотим иметь социальные защиты. Мы хотим иметь возможности для своих детей, для своих семей. Вы извините, если я сейчас вам покажу, к чем я пришел. Я майор. Я помираюсь уже второй месяц. Я вам честно скажу. У меня двое детей. Я хочу сказать еще такую вещь. Спросите нас, как провести реформу. Не ломайте эту систему. Вы хотите уничтожить ее? Пожалуйста, уничтожайте. Только что вы получите от этого всего? Получите большой шифр. Спасибо.